Крупнейший джинсовый магазин Denimio помог мне в создании этого выпуска. Ссылка на них в описании. Друзья, всем привет! Я продолжаю вам внедрять понемногу такую узконаправленную, но тем не менее очень бомбящую тему на моем канале, как Denim. И сегодня мы поговорим о таком бренде, как Oni. Если говорить в двух словах, то Oni это бренд, который характеризуется в первую очередь не ставкой на какие-то детали, а на необычность самой ткани. Потому что Oni в переводе с японского означает как дьявол, демон. И вот здесь можете почитать их историю, где они говорят, что их Denim он чертовски тяжелый, дьявольски тяжелый. Ну здесь в трактовке могут быть вполне себе вольные. И данная модель называется 277XX. Имеет прямой крой вдоль всей штанины. Это не санфоризированный Denim, то есть он не проходил каких-либо постобработок. Это 16,5 унций. Вполне себе такие хардкорные штаны. И, к сожалению, размер не мой. Я в этом видео вам не покажу, как они выглядят. Я не буду здесь углубляться в какие-либо детали, потому что здесь вполне себе привычные заклепки выбитые с мясом. Здесь у нас болты. Селвич выглядит вот таким вот образом. Ну ничего вроде примечательного здесь нету. Это действительно так. Но что я хочу сказать больше об этих штанах в целом. Это как раз таки их ткань. Из всех джинсов, которые у меня были до этого на обзорах, это самые слабые джинсы. Что такое слабые? Слабые это неоднородность самой ткани. Вы можете приглядеться и увидеть, насколько здесь она неоднородная. Ну, особенно ты это ощущаешь, конечно же, когда их щупаешь. И больше всего это заметно, когда ты смотришь на уточную нить. Можете прям заметить, такими ребрышками она идет. Остается ощущение реально, что они вязаные. Я скажу честно, что это не мой тип джинс. Я больше за какой-то гладкий деним а-ля Маматара и им же подобные. Но джинсы все равно производят такое необычное впечатление. Да и в целом, да, я сказал, что они черные. Больше уходящий индига в черный. Но при этом, если прям так смотреть на них в живой, не на камере, то можно прям буквально видеть, как у них черный переливается прям с белой уточной нитью. Это прям очень необычное ощущение. Вот можете посмотреть крупным планом, как выглядит то самое слабее. Да и в целом, у Oni есть и другие модели, более хардкорные в этом плане. Например, та же Kianen или Kihanan, если вы любите транслитом говорить. Можете посмотреть у Oni, как выглядят эти модели. Это реально что-то запредельное. Да и в целом, такой тип изготовления ткани, он дает очень необычный фейд. Как раз таки на вот этих вот ребрышках он и будет фейдить крайне необычно. Не так, скажем, контрастно, как, например, я видел фейд у тех же Mamatara, мною дико любимых. Но я не любитель, честно говоря, такой ткани. Но поклонников, конечно же, у таких штукатоне по всему миру очень много. Если мы говорим про деним-хедов, а не про обычных людей. Потому что уже тысячу раз говорил, что джинсы это все-таки дорогая игрушка для любителей самого денима, а не просто там каких-либо штанов. Но штаны, конечно же, производят впечатление очень приятное. Качество здесь, конечно же, хорошее. Я ни разу не видел японский деним, который был бы сделан из рук вон плохо. Но очень классические штаны. То есть, если вы хотите какую-то альтернативу тому самому Levi's, старому доброму, любимому всем, ну, в принципе, мне Levi's тоже нравится. Вот. Но как альтернативу можно, конечно же, взять вот такие необычные штаны. Такие, которые как раз и будут отличаться не просто каким-то кроем, деталями, а в первую очередь необычной тканью. И если вы все-таки заинтересовались этими джинсами, если хотите себе другие джинсы, то можете зайти на сайт Denimio, где можете воспользоваться моим промокодом Naked Boots 10. В том числе и на эти джинсы, и на абсолютно все, которые есть у них на сайте. Ну и на этом, в принципе, все. Вот такие вот джинсы, вот такой вот обзор. И, как всегда, если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх. Пишите, почему вам видео не понравилось. Да и если остались какие-либо вопросы, оставляйте, как всегда, в комментариях. И подписывайтесь на мою группу ВКонтакте и на мой Инстаграм. Всем счастливо!